куда есенина унес аэроплан так называемый храм дальше вот у нас буду очередной золотой но вот так вот собака просто хочет ну просто лежит возле входа хочет об через нее переступали она не хочет расти как здесь относятся к старым мерседесом бассейн входит в стоимость квартиры за 17 долларов можете все заниматься бесплатно с видом на город видите люди лечатся каннабисом здесь в бангкоке причем зря это 30 долларов 30 долларов north face как классно как необычно здесь все вот они вот и и и и и и и и Купили по билетику 131 бат, 131 гривна, но это немного, это там 4 доллара по-моему, нет, 3, 3 доллара до Паттайи в одну сторону. Смотрим сейчас концерт. Такое фото интереснее. Типа что-то смесь Игоря Николаева. Человеку реально слишком светло. Ночью в зале. Часть его имиджа, очки наверное. Игорь Николаев и кто? Это какой-то Крис Кельми, я не знаю. Сложно сказать. Сели в автобус ехать два с половиной часа. Вот, короче, такое. Долго-долго мы сегодня прям едем в Паттайю по пробкам на автобусе. Это было часа чуть ли не два. Потом два часа ждали. Сейчас еще два часа ехать. Ну, такое. Мы в Паттайе. Привезли нас непонятно куда. Какой-то, ну не отшиб, но 10 километров от гостиницы. То есть это не особо такой туристический район. Ехали больше, чем в Затоку. Да, по ощущениям прям, ну, подольше. Часа три мы ехали. Посмотрим. Сейчас на номер. Я надеюсь, сейчас доедем. Я вызвал болт такси. Через минут 10 он должен подъехать. Поедем в гостинице. Покажу вам номер. Стоит он 39 долларов на две ночи. По сути, по 20 долларов за ночь. Вроде как, типа, четыре звезды. Ну, и район должен быть неплохой. Вот, теперь мы едем уже, не знаю, сколько времени, в пробке. Я не знаю, сколько еще будем ехать. Полчаса. Вот, полпути проехали. По-моему, день никогда не закончится. Просто, чтобы доехать до Паттайя, это так, так геморройно оказалось. Не знаю. Целый день потерян. Вот, я думал, что мы приедем, будет какой-то закат, как-то красиво будет. Прогуляемся там где-то. Нет. Уже темно. Никто не гуляет. Мы стоим в пробке. Все такие странные впечатления от этого места. Вот так едешь ночью, и такое оно все темное, унылое. У меня какая-то ассоциация берут, как будто какой-то. Интересно. Какие-то, блин, заборы. Конечно, после больницы все смотрится так странно. Светится только каннабис. Да, только каннабис светится, действительно. Знаете, вот помните, как назад будущее, там вторая часть, как Марти Макулайк попадает в параллельную реальность. Вот. Там, где все пошло не так. Но это, может быть, сейчас такое впечатление. А завтра проснемся с утра, и будет по-другому все. Но пока вот так вот у нас только такая ассоциация. Да. Мы тоже так долго ехали. Так уже это надоело, конечно. Это дорога. Вот он, The Heidelay Resort. Я думал, что будет поярче, конечно. Четыре звезды. Вот такие дома здесь. Типа вон у нас будовы. Вот они везде. Таксист еще хотел, у нас чуть ли не на 100 гривен поиметь, извините за выражение. Ну, программа на 129 у нас высветилась, и он нам 209 тулит. Типа Traffic Jam, говорит. Ну, и что, что Traffic Jam? Какая... Что-то моя проблема. Ну, вот он. Hideaway. Название. Сейчас будем смотреть вообще. А, ну, тут уже поинтереснее двор. Как раз поселились возле подписчика. Устроим встречу с подписчиком. Вот. Может сниму. Ну, да. Симпатичненький домик вроде. Это прям какой-то оазис в этом ужасе. 306 номер. Ну, вот. Сейчас с вами буду делиться первыми впечатлениями. Вы уже видите какие-то тапки. Там дети какие-то сидят, играют на диване. Так. Вставляем ключ. Так. Рум-тур. Две такие кровати. Отдельные. Как-то странно не будет выглядеть. Да. Но мы уже решили как-то это спаться. Потому что все время была одна кровать. Две это все уже лучше. После такого количества времени, проведенного в одной. Хочется уже поспать. Такс. Ну, вот. Балкончик. Здесь, кстати, бассейн еще. В этой гостинице. Насколько я видел. Завтра посмотрим. Такс. И туалет. Где этот выключатель? Я не знаю, что его не вижу. С этой стороны. О! Вот так вот выглядит туалет. Ну, номер как номер. На четыре, конечно, звезды не тянет. Но на три нормально. Здесь у нас еще идет чайничек. Потом идет чай. Кофе. Ну, холодильник вы видите, да? И самое интересное, это балкон. Моя девушка так отметила, что балкон есть. Ребята, двери нет. То есть, вот так вот нужно залазить на балкон. В чем смысл? Кто-то, может, знает. Да. Кто-то, может, знает. Зачем делать балкон, если на него нет доступа. А как вам вообще ванны, ну, душевые, без полочек? Как вы к этому относитесь? Это не первая гостиница, где просто нет, ну, никакой полочки, чтобы поставить шампунь, зубную пасту. Видите, да? Все ставится на пол. При том, что, ну, гостиница-то, по сути, неплохая. Но вот эта полочка. Вот где-то эта гостиница пятнадцатая, где нет вообще ни одной полочки. Что у людей в голове? Вы можете тоже мне объяснить? Это, как говорят, дьявол кроется в деталях. Но вот это такие детали, вот, что абсолютно непонятно, как можно не догадаться поставить полочку. Хоть одну в душевой. Вот как мылиться? Вот ты берешь мыло, и ты вот намылился, и что с ним делать? Открывать дверь и вот сюда ставить это мыло. Потом опять заходить и опять мыться. Ну, вот, а зубная щетка, зубы чистишь. Ну, хотя здесь не тропический душ. Но в любом случае это просто, ну, я немножко варламов сегодня. Ужас, я не могу. Посмотрите, еще один балкончик. Что это? Может, тоже кто-то объяснит, какой-то инженер. Ну, вот, такой балкон, который не балкон, какой-то предбанник. Ну, куда тоже невозможно туда залезть даже. Зачем он нужен? Почему просто не... Ну, зачем эту штуку ставить в конструкцию, если можно просто окно оставить и все? Зачем? Реально напоминает мне фильм «Каникулы» албанскую Хонду. Ну, раз уже начал показывать гостиницу, давайте-то покажу. Вот бассейн. О, смотрите, какой-то даже есть тренажер один. Муравей, можно побегать на нем. Вот бассейн. Ну, вот так вот оно все. Металлопластик, бассейн, цветомузыка. Ну, вы понимаете, да? Я то, что рассказывал про Бали, сравнивал Таиланд с Бали. Вот это вот подтверждение моим словам. За 20 долларов вы видели, что можно снять на Бали. Ну, вот здесь за 20 долларов. Это, кстати, очень неплохой вариант по сравнению с тем, что здесь находится вокруг. Вообще, вот подписчик, который здесь живет, мы его встретили в Аркадии, когда были на пляже. И он рассказывал, вот я еду в Паттайю, мне очень нравится, каждый год отдыхаю. Может быть, он раскроет нам тот самый секрет вот этого места. Потому что, ну, здесь есть Волкинг-стрит недалеко с проститутками. Может быть, здесь есть в этом разгадка. Вот. Потому что в другом, ну, сложно сравнивать, в принципе, Бали с его качеством, да. Не совсем с Таиландом. И вот с вот этим. Везде есть, конечно, страшные картинки, но я так понимаю, что это один из самых хороших районов Паттайи. Я так понимаю, что каждому 7-11 в Таиланде прилагается одна лежащая собака, через которую нужно переступить. В Бангкоке были собаки, здесь также самые лежат. Слип 7-11. И наши, ну, как бы, русскоязычные люди, публика сразу так бросается в глаза. После Ченгуток, тем более. Тагил, именно такой Тагил везде. Ну, не хочу сказать, что там плохие люди, да, наоборот. Может быть, даже очень хорошие. Прикольные, открытые. Но, ну, вот эти вот сланцы, их называют шлепки. Растянутые майки. Красные, обожженные солнцем тайским тела. Вот, с примесью таких молочно-белых участков тела. Как-то так. Пока вот такие первые впечатления. Что мы будем делать сейчас? Поедим. Мы взяли в 7-11, да. Писчо. Вот какая-то конопляная вода. Моя девушка взяла. Сейчас покушаем. Ооо, тут такие старакашки огромные бегают. Вот. Вот. Поедим. Но там будем смотреть. Пойдем мы куда-то не пойдем гулять. Публика, я сказал, прикольная, конечно, здесь именно, скажем так, не хочу никого обидеть. Топсы. Вот еще в те мохнатые времена. Сейчас, может быть, что-то изменилось. Я не знаю. Много лет уже не было. Затока тоже у нас. И вот такие дома. Видите? Вот просто дома. Вроде курорт, а это просто дома такие. И в них, наверное, сдаются квартиры. Но как-то это не похоже на какой-то такой именно курорт, который специально облагорожен под это дело. Странно все это выглядит. Я уже об этом говорил. Просто так записываю свои первые эмоции. Потом интересно будет сравнить. Завтра, послезавтра посмотреть еще все днем здесь. Вот. И, может быть, оно будет по-другому. Но, конечно, публика с Чангу не сравнится. Все такие простые ребята. Хотя мне непонятно, почему они здесь. Ведь Гоа дешевле. В Бали так же, как минимум. Или тоже дешевле. Почему их тянет именно в Паттайю? Что? Что здесь? Может быть, завтра этот секрет мне удастся постичь. Узнать. Мы придумали, на что это похоже. Идем сейчас. Ну, там, где мы обитаем. Это похоже, кто знает, кто был под Одессой на Сергеевку. Здесь как бы город получается. И вроде и город, а вроде там и море есть. И хрущевки стоят, и можно там квартирки снимать. Пока такие ассоциации. Куда мы идем сейчас? Мы идем на самую главную улицу Паттайи. Вот. На Уокинг-стрит. Будем смотреть, что там интересного. Покажем вам стабильную картину. Я думаю, сегодня просто суббота вечер. Хоть мы и устали, но... Пойдем посмотрим. В Бангкоке не получилось это сделать. Нас обломало. Ну, а здесь уже надо. Тем более, действительно, суббота раз в неделю. Мы здесь уже на следующую субботу не будем, я надеюсь. Хотя, с другой стороны, я не знаю, где мы будем. Мы же в Таиланде должны быть. То есть, у нас билеты с Таиланда. Это или в Бангкоке нам надо быть, или купить. Нужны билеты в Хукет. Но они, знаете, как по мановению волшебной палочки, как всегда это у меня почему-то бывает, стали в 2 раза дороже. А то и в 3. То есть, нормальный прайс был. Порядка 35 долларов. А сейчас чуть ли... А сейчас 100 на человека. И туда-сюда вот это, конечно, неприятно. Тем более, когда ты знаешь, что билеты стоят 35 долларов, за стоят как-то покупать не очень. Поэтому посмотрим, где мы будем зависать. В итоге, может быть, я все-таки куплю билеты. Но попозже, чтобы полететь на Пхукет, и посмотреть хоть острова Пхипхии, моей девушке показать. Там действительно очень красиво. Ну и вам тоже показать. Ну вот так у нас жизнь как лотерея. Не знаем, что будет дальше. А этим оно интересно. Парк. Такие нестандартные решения, посмотрите. Думаем присесть с моей девушкой. Поотдохнуть. Возле вот этих вот историй. Так что... Не знаю, для кого это так все сделано. Интересно. О, надо сфотографироваться с этими буквами. Чего бы нет. Я думаю, может быть, это какое-то знаковое место. Скорее всего, это какая-то гора. Очень такая важная. И вот буковки Паттайя. Да, и мы идем все дальше и дальше, ближе и ближе. Кто знает, может быть, там дальше очень будет даже ничего. Может, мы живем опять на Ашибе и поэтому такое впечатление первое. Мы уже в цивилизации. Уже здесь как-то более или менее на курорт. Местность похожа. Как-то так вот оно выглядит. Ну, пока тоже не впечатляет. Конечно. Но... Самое интересное впереди. Самая главная улица Паттайи. Самая известная. Паттайя. Это же город греха. Даже в Бангкоке оно так не развито, как в Паттайе. Вокинг-стрит. Бангла-роуд на Пукете. Это местная достопримечательность. Так же, как вот, кстати, и вот эти автобусы там, где люди стоят. Вот открытая. Интересно, так здесь все разбито. Одна улица шли. До ней была полностью с индийской кухней, здесь пакистанская кухня. Вот. Да, ну, прямо здесь, я смотрю, много разных народностей проживают и занимаются бизнесом. Мы идем все ближе и ближе подходим к Уокинг-стрит. Видите? Ну да, здесь индийская еда. Но не дешево. Я вам скажу, что вот любимый наш баттерчикен стоит 270 бат, 270 гривен, по сути. Это, блин, как два с половиной том-яма, да, одно блюдо. Хотя баттерчикен, оно не дешевое удовольствие. Вот. Но в Индии оно, конечно, стоит дешево, но в других местах не так, чтобы совсем. Но скажу, что это прям уже так многовато для курорта. Пойдемте посмотрим, там, по-моему, Lamborghini стоит. Мне хочется глянуть на нее. Она такая, по-моему, самая дешевенькая, не новая, но, блин, мне очень нравится дизайн именно этой машины. Так-с. Да. Красотка, не помню, Need for Speed вот она, по-моему, была. Вот с чего начинается сегодня наша Walking Street, Russian Sugar Girls. Вот так вот бывает. Ха-ха-ха. До фото. Запретили снимать, я так рассмеялся. Знаете почему? Вот эта девочка, которая вот в купальнике, вот этот Russian Girls, это моя хорошая знакомая, моя студентка из колледжа. Модель. Вот. И она здесь прямо на входе в купальнике рекламирует публичный дом. Ну, такое, конечно. Она, наверное, не в курсе, что в Баттайе. Вот так вот ее вывесили. Одесситки везде, одесситки везде. Я очень часто встречаю в Азии знакомых девочек из Одессы на каких-то упаковках, каких-то рекламных буклетах. Очень часто. Тут и бойцы дерутся, и проститутки стоят. Приглашают на разные шоу. Ну, вообще, конечно, такое отвратное место, хотя я не особо, ну, так, предвзято ко всему отношусь. Ну, такая публика, конечно, и место такое, публика. Вот. Но шоковая терапия, это нужно в любом случае, чтобы в следующий раз больше радости ехать в Чангут. Да, ярко, конечно, здесь ярко. Короче говоря, из интересного. Вот когда заходите в такое заведение, вы не ожидаете, что там будет вас поджидать внутри. А внутри там будет где-то человек 50 девушек в купальниках, которые танцуют. Снимать там не разрешается. Вот. Но они там танцуют, эти девушки. Вас тут же усаживают люди специальные, показывают, где вам сесть, чтобы вы присели. И тут же вам дают меню. То есть, вот так вот просто на дурачка. Не то, что не получится. Мы-то зашли, вышли. Но это будет сложно, потому что вас прям заставляют, по сути, да, где-то сесть. Сразу суют меню. А в меню, естественно, вам что-то нужно выбрать. И тут же к вам начинают подсаживаться какие-то девушки вот в купальниках вас окучивать. Вот так это все происходит. Сказать, что есть какие-то очень симпатичные, но это соврать. Очень симпатичных. Нет, да мы просто в пару мест заходили. Так, чисто по приколу посмотреть. И самое интересное, что с девушкой не всегда пускают. То есть, так в основном для мужчин это все. Если хочешь зайти с девушкой, то может не повезти. И когда мы сюда приезжали в прошлый раз, там, лишь шесть назад, тут был такой аттракцион, что они, эти девушки, мылились губками. Блин, губками. Ну, вы понимаете, о чем я, да? С мылом, с пеной. Ну, то есть, внутри ты заходишь, там специальный такой аттракцион. Там несколько девушек под душем моются вот так вот пеной. Вот, как-то так было. Сейчас такого нет здесь. Даже близко. Вот, оно все построено на том, что вы заходите, там танцуют. И вас начинают окучивать на том, что вы там уже что-то взяли выпить. Ну, я думаю, так и раньше тоже было. Ну, я уверен. Вот. Ну, и танцуют ужасно. Вот, как я помню, как танцевали никакой пластичности, ничего, просто переименяются с ноги на ногу эти танцовщицы. Как-то так. Но, видимо, это как, наверное, извините за сравнение в порнофильме. Там сюжет, в принципе, не важен. Сценарий. Сценаристы, наверное, долго не живут. Не то, что долго не живут в порнофильмах. Они просто особо и не нужны. Вот так и здесь. Как бы, наверное, все все понимают. Поэтому так для галочки это все происходит. Стоит сюда приходить, не стоит? Ну, думаю, что стоит, конечно же. Если вы уже попали по своей собственной воле в Паттайю, то, блин, чем здесь еще заняться? Мне кажется, на остров мы завтра поедем. Здесь есть симпатичный остров, самый красивый поблизости. С красивой водой и белым песком. Ну и, по сути, вот это вот Волкинг-стрит. Местная Дерибасовская, где стоят эти девушки. Кстати, они так не стоят, как раньше. Раньше ты идешь, там и трансвеститов куча, и девушек. И такие пивные были. Там, где они на столах танцевали. Да. И там какая-то странная история с тем, что... Ну, я читал. С тем, что если ты хочешь какую-то девушку забрать, которая танцует в этой пивной на барной стойке, там или на чем. Я даже не знаю, как это назвать. Подиум такой. То надо заплатить хозяйке вот этого сектора, где она танцует. И еще вот этой девушке. Ну, короче, там своя какая-то кухня. Вот. Ну, я думаю, что если кто-то... У нас такой из подписчиков есть турист. Такого плана. То, я думаю, он сам найдет всю информацию в гугле. Ну, а я так показал вам буквально в двух мазках. Как-то не очень хорошо звучит в данном плане. В двух чертах. Вот. Как здесь что происходит. Вот. Вот так первое впечатление о Паттайе. Поселились мы в районе непонятно каком. Там, где вот эти вот стоят какие-то будовы, забудовы. Прошлись немного в центр. Здесь немножко поярче. Но грязно, без души. Как-то, ну, блин, вообще. Ну, вот я и говорил. Таиланд мне поэтому не особо нравится. Кстати, в Бангкоке понравилось гораздо больше. Вот. Бангкок, конечно, удивил в этот раз. Ну, а Паттайя, она и есть Паттайя. Что тут? Ничего не добавить. Идем домой. Будем спать. Ну, а завтра новый день и новые приключения. Так, сегодня у нас 2 апреля 2023 года. Вот и наступило утро. Так, вот у нас выглядит вид из окна. Ну, уже как-то поинтереснее. Хотя вот эта гостиница, это не наша гостиница. У нас все попроще. Но вот у них там симпатичненько. Это дворик такой. Солнышко сегодня должно быть. Не знаю, нашел еще один вариант. На букинге. Люкс. 70 метров за 22 доллара, по-моему, такое. Может, заедем сегодня, посмотрим. 70 метров, это же интересно. Надеюсь, не на ошибе. Я провел вчера стрим. Спасибо, что были на стриме. Кто смотрел. Были разные вопросы. Но один из вопросов был насчет собаки. Куда я делал собаку, которая все время гавкала? Ну, вот. Теперь вы понимаете, да? Где эта собака. Я уже давно, можно сказать, не на Бали. Уже не в Чангу. Собаки этой нет. Я в Таиланде. В Паттайе. Ну, и здесь вот потише. Поэтому и стрим был такой уже в полной тишине. Теперь вы знаете причину. Мы пока еще питаемся в 7-Eleven. Потому что это самый такой недорогой вариант. Кафешек мы еще здесь не знаем. Ну, поэтому решили снова закупиться побыстричку в 7-Eleven. И решили сегодня попробовать вот этот том-ям. Он стоит здесь 50 гривен. Очень дешево. И прям очень интересно, что же это будет за том-ям за 50 гривен. Посмотрите. Вот это вот то, что мы взяли в 7-Eleven. Очень развита здесь эта вся история. Геозы, пицца, крабовые палочки, том-ям. Вот такая вот история. Посмотрите, какого все качества действительно обалденного. Как будто реально ты кушаешь в ресторане. Поэтому, ну, следующий, конечно, этап будет. Мы пойдем в какое-то неплохое заведение, может здесь. Возможно. Возможно. Но, возможно, 7-Eleven перетянет нас все-таки еще на свою сторону. Много раз. Самый большой страх. Это то, что вот этот том-ям. Том-ям кунг. Он называется здесь. Будет очень острым. Потому что они прям не скупятся на остроту. Вот здесь, видите, плавают креветки. Еще он, когда в холодильнике, он просто, ну, заморожен полностью. То есть, он не жидкий. Это говорит о том, что здесь реально кокосовое молоко. Судя по всему. Ну. Да. Он вкусный, но, конечно, острый. Это с первой же ложки. Да, чтобы он остыл. Я думаю, что это не повлияет ни на что. Не повлияет. Так, чтобы вы понимали. Вот так вот все это развито в Фаиланде. И вы голодными точно не останетесь. Реально. На Бали, ну, такого нет. Да. Там проблема. И с сыром там проблема. Здесь с сыром все хорошо. С молочкой немножко лучше. Но еще все-таки не дотягивает до Индии. Том-Ям. Очень хороший. Неплохой. Совсем. Единственное, что, конечно, островат. Но я думаю, что это не сильно острый Том-Ям. Такой Том-Ям, который они едят. У меня один кореш десантура заказал. Сказал, сейчас он все съест на Пхукете. Вот. Мы поспорили. И он даже половину тарелки не смог съесть. Вот. Плакал бедолага там. Как ребенок. Ну, а это можно есть, в принципе. Острый, но есть можно. Такой своеобразный аквариум. Возле отеля. Да, не смогли мы доесть этот Том-Ям. Конечно, вначале было нормально, а потом прям ух. Вот. Да, это уже на моей девушке. А почему? Потому что я так понял, что этот красный перец, который там был порезан. Он вначале, видимо, еще не... Когда нагрели этот Том-Ям, он еще не растворился. Не дал свою силу. А уже попозже, через минут пять, понеслось. И там, конечно же, было невозможно есть. Так что, если будете покупать такой суп, вы там сами разогревайте, не в магазине. Разогревайте и вытаскивайте этот красный перец. Потому что потом уже есть невозможно. Вот как выглядит наш райончик утром. Ну, не менее, скажем так, угрюмо. Кондоминимум. Пик. Здесь какой-то находится. Ну, странно. Вот смотрятся обычные жилые дома в курорте, как по мне. Хотя, кому говорить, да? Ну, типа, в Одессе дома в Аркадии есть. Ну, там немножко как-то по-другому это все. Сергеевка, знаете, все-таки. Ну, мы живем в таком месте. Не знаю. Я нашел номер большой, такой классный. Может быть, мы туда переберемся. А может и нет. Вот, видите, у каждого 7-Eleven есть песики. Я уже говорил. Сейчас зайдем и купим еще кофе моей девушке. Она у меня кофе зависимая. Кстати, если вот хотите изменить себе цвет глаз, не вопрос. Здесь есть корейские линзы, прямо вот так вот продаются. Покупай не хочу. Добрый день. Сегодня 25 августа 2023 года. И я в Тбилиси. Как я сюда попал и что я здесь делаю, об этом вы узнаете в следующих выпусках. Покупай.